Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире вечерний разговор. Меня зовут Александр Стукалов, а в гостях у меня сегодня, очень даже интересно, уже студентка пятого курса УЛИМа юридического факультета Наталья Рогаткина. Наташенька, добрый вечер! Добрый вечер, Саша! Я, значит, знаешь, как сказать, обычно в возрасте женщины говорить неприлично, но мне кажется, что ты старая, то есть самая старая, самая взрослая студентка в нашей стране? Я не могу тебе сказать, что действительно я самая взрослая студентка. Мы такой анализ не делали и статистику такую не проводили, но то, что я самая взрослая студентка в группе, это точно. Ну не только в группе, во всей стране вообще-то, да. То есть это у тебя третье образование, так получается? Полное третье образование, да. Высшее. Полное третье образование. Наташенька, ты, я знаю, ты Кишиневка, ты закончила школу номер 34. Я учился рядышком, учился во второй, 34-й школе с математическим уклоном, да? У тебя были способности к математике или это просто стечение обстоятельств, что в этой школе училась? Нет, я по месту жительства попала в эту школу. А, ну понятно, по месту жительства, все ясно. Да. По месту жительства, и у меня там сестра старшая училась, и я уже, естественно, автоматически в 34-ю школу. В старом здании или в новом еще? Старом. В старом здании, да? Старом. Обстоятельствах, да. В общем, вот что у тебя за спиной? Покажи народу. Или позже? Ну, конечно, вот сидим. Давай мы сначала покажем, потому что, наверное, камера все равно. Это Изольда Тихоновна, да? Да, это такой вот персонаж из моей коллекции кукол. Коллекция кукол моей студии театральной. Это Изольда Тихоновна. Потрясающая Изольда Тихоновна. Здравствуйте, Сашенька. Мы с Изольда Тихоновна отдыхайте. Мы сейчас сделаем паузу с Изольда Тихоновна, а потом продолжим. Будем общаться с тобой. Ты никогда не думала, что будешь куклами? Слушай, я вот только сейчас, когда мы с тобой разговаривали, я сообразил, что у тебя сейчас кукольный свой театр, грубо говоря. Среди. Ну, кукольная студия. В школе где-то училась, был кукольный театр. Интересная параллель такая. Ну, там же в старом здании было. Я тебе скажу больше, Саша. Я сейчас в этой же школе работаю в театральном кружке, педагогом театрального кружка. Спустя столько лет. Старый здание сохранилось же, в школе там все есть. Да. И как раз-таки именно в старом здании я занимаюсь с ребятами в театральном кружке мы работаем. А много там детишек кто... 32 человека у меня в самом начале, у детей есть желание работать и с куклами, и играть в театр. Все равно на сегодняшний день у детей есть такой интерес. То есть, Ваша театральная студия, кукольная, ставит спектакли? Да. Кроме спектакля мы еще изучаем технику сценической речи, стихи, интонацию, нейрогимнастику. Я хотела тебе показать. А вопрос первый. Подожди, извини, послушайте, перебиваю. Руководство театра Ликурича, там общалось как-то, нет? Руководство театра Ликурича нет, мы не общались, а, наверное, не было посыла общения. То есть, мы общались в плане, когда у меня был сайт детства МД, я рекомендовала детям нашего города посещать спектакли. В отношении театра нет. Вопрос-то в том, что, в принципе, у нас в Кишиневе два куколи театра есть, насколько мне известно. Гугуца. Гугуца, да. Ликурича. Ликурича. То есть, у тебя, получается, третий кукольный театр такой, да, самодеятельный. Студия, самодеятельная студия. Ну, в принципе, спектакль вы ставите? Ставим. Играем с детьми перед родителями, перед друзьями. Вопрос, значит, по большому счету, насколько мне известно, это у нас в институте учат, в художественной академии учат на кукольниках? Нет, в художественной академии не учат. Не учат, да? Нет такого направления. Насколько я знаю, я узнавала. Ну, потому что у нас, в принципе, есть, вот, например, театральный лицей Хармелина. Есть также, на молдавском языке тоже есть, там, театральный, где учат тоже люди, где потом оттуда идут учиться дальше в академию. То есть, нет подготовки для детей новых актеров к кукольного театра. Я так думаю, нет. Но если бы я знала, что ты мне задашь этот вопрос, я бы, наверное, специально пришла в академию и уточнила этот момент. Конечно, но вопрос, вопрос это интересный, потому что, действительно, я знаю, что Лекурич, который создал Титул Жукова, это был потрясающий театр. Он и до сих пор остается потрясающим. И потрясающим, да. И Гугуце тоже очень интересный. Это все, это очень интересное явление, потому что, в принципе, я помню, у меня когда-то было, я, в общем, от этого далек, да, от кукольного театра. Но когда-то, я забыл его фамилию, первый директор Гугуце, мы с ним знакомы, один раз мы посидели, по-моему, после какого-то мероприятия в Лекуричи, мы посидели несколько часов вместе. И вот тогда он мне просто рассказывал, чем отличается Европейский кукольный театр от Русского кукольного театра, от Русской школы, от Европейской школы. Настолько интересно, вообще-то. То есть у вас идет культура, школа Русского кукольного театра, да? Скорее всего. Скорее всего. Хотя есть, знаешь, синтез такой. Во-первых, у меня есть в моей коллекции и марионетки. Марионетки. Русский кукольный театр – это петрушки, это перчаточки. Ну да. Это петрушки. У меня есть планшетные куклы. У меня есть... Что-то планшетные куклы. Это которые на ноги надеваются и которые на краю в сцене ходят вместе с тобой. То есть ноги, твои ноги ходят, куклы ходят с ногами. Они в весь рост, да, получается? Да, во весь рост. Есть тростивые куклы, это те, которые управляются тростью. Вот она, трость. То есть разнообразие кукол, оно велико. И оно... У меня синтез... У меня куклы практически, возможно, из многих школ, мировых школ. Это и марионетки, это и перчаточные, это и тростивые, это и планшетные. Есть увлеченные дети, да, Ира? Да, я все равно считаю, что если... Многое зависит от педагога. Разбудить ребенка может любой хороший педагог. Разбудить. Вот этот дар, вот этот... У тебя есть педагогическое образование? У меня, конечно, есть и педагогическое сообщество образование. Значит, после, когда закончила 3-4-ю школу, а где ты жила, в каком районе? То есть, по идее, ты жила... В центре города, это Аргеевская, это раньше была улица 25 октября, это троллейбусный парк, тракторный парк, там букурия, вот это вот все. То есть, у тебя все детство пахло шоколадом конфет, да? Да, 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 это все. И когда мы с тобой были, когда я была у тебя на передаче в кофемолке, я тебе рассказывала случай с букурией, нет? Когда мы все дети нашего двора, подростки, да, постарше, а мы за ними все время старались не отставать от них, и они украли с букурией коробку школьных конфет. А, школьные, это были конфеты? Конфеты школьные, да. Это типа была вот как коровка, что-то вот такое, вот такая серенькая конфета была. Да, 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 а у меня было бордовое пальто с капюшоном, новое, красивое бордовое пальто с капюшоном. И что сделали дети? В карманы мне и в капюшон. Я прихожу домой, естественно, а папа спрашивает, а что это у тебя там? А я молчу, не знаю, как сказать папе. Он спрашивает, что это? Вот это конфеты, а где ты их взяла? Мы взяли их на фабрике. Вас угостили или вы взяли без спроса? Без спроса. Отнеси. Помнишь Носова огурцы? Ну да. Вот это было со мной. Я так же рыдала и говорила, что там сторож с ружьем. А папа сказал, отнести. Нам чужого, конечно. И сторожа звала, плакала. Но я тебе скажу по секрету. Папа шел за мной следом, чтобы мне не было страшно, потому что это была глубокая ночь. И видел, как я в этот забор с дыркой кричала, дядя сторож, дядя сторож, заберите мне конфеты, меня папа домой не пустит. И я вернула эти конфеты. Что сказал сторож? Сторож очень сильно ругался. Ты знаешь, это все было как по сценарию Носова. Он сказал, а зачем вы воруете? Ты представляешь, у меня же будут проблемы, меня же в тюрьму посадят из-за этого. Я так рыдала, Саша. Но тогда это было честь, достоинство, принцип чести и совести. Тогда было на первом месте. И я вернула эти конфеты. Хорошо, значит, ты закончила школу, да? Закончила школу. А ты спортом занималась в школе? Да, я занималась бегом. К сожалению, сейчас я уже запамятовала фамилию замечательного тренера. На Динамо-стадионе или на Динамо? Нет. Я занималась на республиканском стадионе. Увы. Юрий. Вот забыла я его фамилию. Ну, частенько мы тренировались и на Динамо. Да, это дистанция на 100 метров. Бег с препятствиями. А тут ты приглачил эту штуку? Да. Падало, нет? Ну, что тебе сказать? Прям тебе все и расскажи, конечно. И на коленках есть еще шрам. С тех пор, да. Хорошо. И ты поступила в институт какой? Вот ты, закончив школу, поступила в институт? Театральный институт. У меня было еще до этого училище. Какое? Я еще монтажник электроаппаратуры, радиоаппаратуры. Я монтажница радиоаппаратуры. То есть, что такое припой? Это самое, ты это все знаешь. Что такое канифоль? Да. Это и та же еще история. Как же так? Наташа Кровец, комсорг школы, девочка хорошая, хорошо училась. А Наташа Кровец, она поехала в театральный институт в Москву. И, естественно, период поступления в обычные вузы и период поступления в театральные вузы, они немножечко разные. И я приехала, вернусь обратно. Я не поступила. А на какой факультет? Ну, я на актерский, в Щепкинской. А почему? Вот почему именно на актерский? Магническая школа, там должны... Ты в школе играла в самодеятельности? Да. Да. Мне нравилось и стихи читать, и играть в спектаклях. Мне это нравилось. А у нас в школе был театр или не был театр? Во всех школах, по-моему, был театр. Я знаю, что я когда служил в этом морском флоте, у нас там был театр, мы ставили спектакли, между прочим. Ставили спектакли, да. Там у нас были нескольки. Мы сами коллеги, Александр. Нет, нет. У меня было такое в жизни тоже, когда вот пара офицеров, мечманов, и мы там пару спектаклей поставили, между прочим. И играли. Да, это было интересно. Почему бы не вернуться к этой мысли и не создать театр кукол для взрослых? И там сыграет Александра Стукала. Хорошо, смотри. Это интересная мысль. Сбила. Сбила, да. То есть именно актерский факультет, да? И ты не поступила в Москву, не поступила. А как родители отреагируют, что не поступила? Вот здесь был момент неправды. В своей жизни я неправду сказала только два или три раза всего лишь. Первый момент неправды – это когда я вернулась, и здесь уже было поздно сдавать экзамены. Закончился прием, и я понимала, что мои родители не поймут, как это я, их дочь, не поступила. Золотой питательный школы закончил или нет? Нет, нет, нет. Это бог миловал, не с золотой медалью. Как это так, их дочь не поступила в ВУЗ. И я нашла училище Фитько. И подумала, они едут в колхоз. Если я поеду в колхоз, родители, и скажу, что я поступила в институт, родители поверят. Потому что колхоз, ты же знаешь, что это такое. Я поступаю в это училище Фитько, которое я окончила с красным дипломом, кстати. А где оно было? На Измаильской. Ага, вот там, где сейчас, по-моему, находятся духовные семена. Я поступила в это училище и поехала в колхоз. Ну, естественно, конечно, я маме сказала с папой, что я поступила в политех, и еду в колхоз, и все. Но я не выдержала, Саша, потому что в нашей семье не принято говорить неправду. И когда я приехала с колхоза, я посадила родителей и сказала, простите меня, родители. Мне было стыдно вам сказать, что я не оправдала ваших надежд, что я учусь в училище. Вот после училища я поступила в институт музическую на театральный факультет все-таки. А потом было достаточно много всяких высших учебных заведений в моей жизни. Это экономическая академия, это и педагогические крянги, это и Академия стиля, Московская заочная Академия стиля. То есть я все время учусь, Саша. Я постоянно учусь, мне интересно, это я получаю от этого удовольствие. Как педагоги сейчас реагируют на тебя? Я не знаю, педагоги очень хорошие вообще люди, мне кажется. Учителя и педагоги, они такие хорошие все, они принимают меня в свой. Нет, я понимаю, а как твои сокурсники-студенты тебя принимают? Все-таки воспитанные у нас молодежь, Саша. Они воспитаны аккуратно, достаточно корректно и держат меня на расстоянии. У них свой клан молодежи, но уважительно относятся ко мне. У меня педагоги в университете, они моложе меня, Саша. Да плюс у тебя еще несколько высших образований. Да, да, да. Они моложе меня все, я на них смотрю, конечно, так. Мне хочется казаться студенткой. Ну, спасибо им большое за понимание. А знаешь, какой еще такой вопрос интересный? Вот когда ты идешь на экзамен, вот ты вспоминаешь себя, когда ты первый раз училась в институте, вот есть то чувство, когда ты, то же самое, ничего не поменялось? Саша, я каждый раз волнуюсь. Когда я училась в экономической академии, ну вообще, когда я учусь, я стараюсь учиться так, чтобы это не доставляло никому неудобств. Бывает, что я готовлюсь ночью, бывает, что в то время, когда я не доставляю никому неудобств своей учебой. Вот так получилось, что один раз ночью я учила предмет перед экзаменом в экономической академии, волновалась, пришла сдавать предмет один, а оказалось, это совершенно не тот, к которому я готовилась. Я прихожу домой и плачу. И меня домашние спрашивают, мои родные спрашивают, почему ты плачешь, ты не сдала? Я говорю, нет, я сдала. А какую ценку? Двойку? Нет, восьмерку. Ну что ж ты плачешь? Ну как, я же самая старшая из них. Я должна всем пример показывать, а я получила восьмерку. У тебя что, все десятки сейчас послали? Нет, есть девятки. В этот раз, Саша, я уже становлюсь мудрее. Я более спокойно отношусь к оценкам, потому что для меня сейчас процесс обучения, это процесс получения знаний, удовольствия от общения с более молодой аудиторией. Знания можно получать, заниматься самообразованием. Те консультации, которые я получаю от педагогов в этом направлении, я самообразованием вряд ли найду. Да, есть сайты, я захожу на них. Но так объяснить, как объясняют хорошо педагоги, все-таки надо идти учиться, Саша. Я так считаю. Для того, чтобы получить именно и разбираться так правильно. Когда ты на следующий год получишь диплом, ты будешь дипломированный юрист, да? Да. В каком отрасли? Я к тебе обращаться? Обращаться можно ли их будет, да? В отрасли я выберу на пятом курсе, когда я буду писать диплом. Возьму направление. Я еще думаю, я в размышлении, то ли это будет, но это, скорее всего, не будет уголовное право. Это будет все-таки административное направление, гражданское направление. Скорее всего. Я думаю так. Давай, значит, кофе пьем. Как без кофе? А, да. Я же кофе-джил. Как-никак, да. Абсолютно. Давай нашу шейтан-машинку мы включим. Так, кофе положил. Пусть я нам дам кофе готовить. Значит, смотри, вот ты, закончив экономическую, то есть первое звание, вот ты закончила театральный факультет, да? Ты хоть поработала актером, хоть что-то? Я работала в Доме культуры, я работала в Доме культуры, директором Дома культуры я работала. И уже непосредственно я там организовала Днестровского, тогда это на Чеканах, где табачный комбинат был Днестровский, то есть Дом культуры. Где табачный комбинат? Комбинат, где хлебзавод. Напротив стоит здание с колоннами зеленого цвета. До сих пор оно с колоннами, но оно уже не Дом культуры. Прямо на кругу. Табачный комбинат, вот сюда я делаю. Ну да, вот этот зеленый там. Да, да. Я работала там. И ТЭЦ вот там, да? Да. Я работала там. А что у вас интересного там было? В твою молодость там, когда ты была там директором, кто... Музыкальные коллективы были интересные. Тогда создавались ВИА, помнишь, вокально-инструментальные ансамбли. Ребята потрясающе талантливые, до сих пор их помню. Ребят, которые играли там. А что за группы там были тогда? Саш, я, честно говоря, не помню. Это 86-й год. Нет, я просто... Знаешь, это интересно, это все-таки та же самая история Кишинева. То есть, понимаешь, вот такими кусочками... Мы танцевали там. Веселее был танцевальный. Веселее было там, да? Да, и Иванов, Гриша Иванов был руководителем, кстати, танцевала в этой веселике. Этот, который до сих пор? Да. Который доктор-офтальмолог, знаменитый хирург. Да, да, да. Это вот там он начинал свою деятельность? Ну, наверное, я не знаю, но там я танцевала. Мы в Строителе, по-моему, танцевали. Слушай, я на сегодняшний день хаос в голове, потому что, знаете, Маша замужем была, где только Маша не была. Это, скорее всего, где я только не танцевала, где я только не была, где я только не училась. А ты еще и танцор, получается, в народных танцах. Это было очень давно. Это было, ну, 40 лет назад. Так, давай пить кофе. Давай пить кофе. Слушай, так это интересно. В общем, самый кофе, который мы с вами жарим, это кофе-авея, это живой кофе, потому что кофе является живым месяц после обжарки. Ну, тут просто моя этикетка, все это не то. Значит, это пушкинский кофе, который мы восстановили рецептовый кофе, который пили в кишню и, по идее, 200 лет тому назад. Ну, давай по традиции. Сначала отпиваешь глоток. Глоточек водички для освежения рецепторов. Конечно. И потом? А потом глоток кофе. Между прочим, самое интересное, вот есть сейчас же пишут, что надо пить воду после кофе, что там это полезно для усваивания, все. Но мне больше нравится теория турков, которые говорят, что если вы пьете воду после кофе, вы хотите смыть вкус плохого кофе изо рта. То есть вопрос в том, что они пьют воду для освежения рецепторов, для получения большего удовольствия от каждого кофейного глотка. И мне эта идея больше всего нравится. То есть мы-то кофе получаем, пьем кофе для чего? Для получения удовольствия. Ну так, я согласилась с тобой, конечно. Я соглашаюсь. Так вот, значит, ты еще и потанцевала. И позволь мне в дополнение тому сказать, потому что на фейсбуке я пишу посты, и это не рисовка. Я реально каждый раз, когда отпиваю глоток кофе, я, знаешь, так отпиваю и делаю так. Получаю удовольствие от кофе. А твой кофе, Саша, я не буду хвастаться, но мне твой кофе нравится очень. Ты знаешь, да? Особенно с кардамоном. Так, хорошо, подожди. Скажи, пожалуйста, ну а ты успела поиграть актером в театре? Вот ты закончила, ты же актерский факультет закончила, или ты только играла когда-то, играла в время обучения? Я по специальности режиссер театрального коллектива. Режиссер самодеятельного театрального коллектива. Я училась у Петра Николаевича Баракчи, у удивительного педагога, Петр Николаевич Баракчи. Кстати, мне очень приятно, что я встретила госпожу Людмилу Бурлака. Она в бюро межэтнических отношений. И мы учились вместе с ней в одной группе. И это было воспоминание очень приятное. И я все-таки больше как режиссер, не как актер, Саша. Поэтому играть в театре... В принципе, когда ты училась, ты играла в спектакли. И сама спектакль ставила тоже? Да. А какой спектакль ты поставила, не помнишь? Золушку. Это был мой дипломный спектакль «Золушка». На современный лад. Интересный? Ну, что тебе сказать. Мне на сегодняшний день кажется, да, что он был интересный. Именно на современный лад. В то время, в 86-м году, Золушку переделать на современный лад, это было смело. Это было смело. Да и знаешь, какая идея есть? Какая? Давай пойдем в театр с улицы Рос. Нет, вопрос-то в том, что... И скажешь, вот у меня Золушка и ставила как-то спектакль. Золушка на современный лад. И предложи им сказать, ребята, вот я готова поставить спектакль. И хочешь попробовать себя в роли режиссера театрального? Может, это бредовая идея, но в конце любые бредовые идеи имеют право на воплощение в жизнь. Возможно, возможно. Мы с тобой поговорим еще на эту тему, потому что идеи действительно очень интересны. Золушка на современный лад еще такого у нас в городе не было. Ну да, в конце концов, и как раз вот там тоже молодые актеры... Сейчас идет веяние бременских музыкантов, все поднимают и фильм ставится, и это. А вот Золушки на современный лад нет. Вот, все. Я, в общем, товарищу Петрову, господину Петрову, директору театра, скажу об этом, что вот есть такая идея, посмотрите, как это воспримет вообще-то, да. Но, в принципе, получается, что ты в свою театральной студии, ты там еще и режиссер сама. Конечно, да. Мне в моей студии помогает очень моя подруга, Нона Лупу Кривчанская. Она пишет сценарий. Причем Нона, она пишет на двух языках, и на государственном, и на русском языке. Она, самая первая наша с ней работа, это была про Страусов. Ой, название забыла, Саша. На румынском языке была, потом мы ее перевели. А вторая работа, с которой мы с детьми из школы участвовали даже в театральном конкурсе. Вот сейчас в школьном театральном конкурсе между лицеями это было, Нона написала пьесу замечательную, «Доброе сердце», про именно пьесу с сегодняшнего дня, про беженцев, которые у нас в Кишиневе сейчас, и про животных, и про мальчиков, про школьников, у которых действительно наши дети очень хорошие дети сегодняшние. Скажи, пожалуйста, а вопрос такой вот. Ты же была у меня в кофемолке, да? Да. Там можно спектакль сделать? Можно. Позволяет? Можно. То есть ширма и в принципе… Можно. Все? Спектакль можно сделать на любом пространстве, было бы желание. На любом пространстве и любом в помещении. Вот как раз театр для взрослых, вот тут как раз получается именно, ну не в том смысле, как многие думают, для взрослых. То есть для… Мы очень сейчас самое интересное, что я сейчас тоже хочу в кофемолке сделать такие вещи, как кино для взрослых, но в том смысле, что кино показывать 70-х, 80-х, Феллини, Антониони, чтобы его смотрели люди, которые сейчас… Потому что совместный просмотр фильма – это не то, что ты дома сидишь перед телевизором. Совершенно другой вопрос. То есть, вот я помню свое детство, ты когда идешь в кино, это было среди посещения театра. Ты пошел в кино, ты сел, ты смотришь, никто с тобой не рядом чавкал попкорном, все такое прочее, ты сделал, смотрел кино. Единственное, что, ну, уже когда постарше там целовались на задних рядах, в общем-то, но сам факт, это… Это… Это традиция, Саша. Это традиция, нет. Мы когда ходили, особенно… Помнишь, были эти фестивальные фильмы? Да. И вот когда вот в Москве в фестивале приводили та легенда о Нараяме, потом тогда Тарковского привозили тоже… Жертвоприношение. Жертвоприношение Тарковского было, потом еще тем же «Челентано» фильм этого «Бинго-бонго», там очень много было интересного. И самое интересное, что тогда было… Очень интересных смотреть было. Амаскера, да, была совершенно другая. Я недавно пересматривал «Блеф» с «Челентано», «Море удовольствия». А помнишь эти фильмы польские, где «Квинта», там это «Свинячье ухо», тоже потрясающе. Вот эти… Идея очень хорошая, Саша. Мне кажется, очень хорошая. Мы хотим сделать там еще караоке для взрослых. То есть, в том смысле, чтобы… Понимаешь, взрослые люди, взрослые люди, они не пойдут в ночной клуб петь песни. Как вот в караоке клуб. Они говорят… А ко мне могут прийти и попеть песни в своей молодости, спокойно. У меня теперь все для этого уже есть. Так можно сделать в театре… Во-первых, самое главное, спасибо тебе большое, работает патефон у тебя. Это очень важно. Да, и можно сделать, в общем, даже и театр… Такая идея сейчас возникла в голову, действительно, спектакль. Куклы кто в Кишиневе делает? Куклы делают в Кишиневе… Вот в театре Ликуричи я заказывала несколько кукол. Я заказывала в Новосибирске несколько кукол. Где? В Новосибирске. Мне прислали моего Вовочку и Дашу из Новосибирска. Алена, фамилия… Я не считаю нужным запоминать фамилию. Она, кстати, для Гоши Куценко делала куклы, именно маппетов. Вот у меня маппеты есть… Маппет-шоу, да? Да. Что такое маппет? Маппет – это кукла, которая открывает рот. Вот так вот ты засовываешь в голову руку, и она открывает рот. Понимаешь сейчас? Вот у меня, кстати, девочка была, она замечательно исполняла момент чревовещания. Что это такое? У нее закрыт рот, и она гортанью говорила. То есть Вова открывал рот, она говорила и получала, что, допустим, это Вова с ней разговаривал. У нас даже где-то мы снимали, начали делать с ней серию о Кишиневе, про улицу Матиевича, историю. Мы же ходили с Вовой, она, и рассказывали про эту улицу с самого начала. Где-то есть это. Ух ты! Вот уже горячее. Это ближе уже к Кишиневе. Мне кажется, что надо сейчас прерваться на рекламу, потому что телевидение без рекламы никак не существует. Дорогие друзья, пожалуйста, не переключайтесь. У нас очень интересный вечерний разговор со студенткой уже пятого курса у Лима Натальей Рогаткиной. Реклама на 21-м. Реклама на 21-м. У меня тоже было желание пойти. Я учился на стационаре, учился на Зоочном. Это тоже интересно. Я учился, был молодой, учился с капитанами. Я учился на высшей мореходке на Зоочном тоже. Учиться всегда интересно. Я тебе тогда перебила про твою мореходку. Ты хотел рассказать про кукольный театр. Нет, это кукольный театр. Нет, не кукольный, а спектакль вы ставили. Нет, спектакль я ставил не в мореходке, а спектакль я ставил в этом самом, когда служил военно-морском флоте срочной службой. А когда я учился в мореходке, я ходил на бальные танцы. Сколько у нас с тобой общего, Александр Стукалов? Обычно на бальные танцы я ходил и в школе, между прочим. Вот там, где гимназия на Диане, там был дом пионеров. И вот тогда мы там еще с школьниками ходили туда. И помню еще, тем более мы очень в этом году исполняется 50 лет, как прошел последний звонок. То есть, понимаешь, что… Событие уникальное, да? Что уникальное? Это жизнь просто-напросто. Должны приехать одноклассники, должны сделать… Ввиду того, что вот эта система позволяет, телефоны позволяют сделать конференцию по всему миру. Мы уже своим друзьям в разных странах мира послали сообщение, что вот выходите вечером, вот, все такое прочее, и будем встречаться. Но это интересно, потому что… Это уникально и интересно. 50 лет – это красивая цифра. Это красивая цифра, да. Да, но цифры-то дело, в общем-то. Жить-то интересно, будем говорить. Сказал Иван Вазов, бери от жизни все, что можешь, хоть каплю счастья, все равно, ведь жизнь на жизнь не перемножишь, а дважды жить, увы, не суждено. Да. Хорошо. Вернемся дальше к нашим, будем говорить, куклам. То есть, в принципе, куклы, когда ты училась, куклы тебя интересовали или нет? Нет. Куклы у меня появились лет шесть назад. Хорошо. Слушай, а ты еще закончила экономическую академию, да? На кого? На бухгалтерах? Банки и финансы. Да. Банки и финансы. Да, я знаю, что занималась бизнесом очень долго. Вот. Но зато тебе позволило путешествовать. Да. Это позволило. Я путешествовала очень много. Я была во многих странах Европы, Азии, то есть, в Америке. Это очень замечательно и здорово. И я всем рекомендую, ребят. Жизнь состоит из таких вот каких-то моментов. Я пишу на Фейсбуке, да, что путешествие – это особенная мелодия жизни. Ребят, путешествовать – это просто замечательно. Не все могут себе позволить путешествовать, но, понимаешь, вопрос-то в том, что сейчас можно путешествовать и с помощью интернета вообще-то. Вопрос. Я понимаю, что это не то совершенно. Хотя некоторые вещи, некоторые вещи, вот ты смотришь, они не производят этого впечатления, реальные. Хотя… Да. Если учесть… Мы в прошлом году с моей учительницей из 34-й школы, Тамара Алексеевна Князева… Спасибо. На дворе с Тамарой жили. Да. Князева. Кстати, она 50 лет… В этом году исполняется 50 лет, как она работает в одной школе. 34-я школа имени Николая Островского. Сейчас она лицей Антиоха Кантемира. Я Тамару Алексеевну поздравляю с экрана телевизора и желаю ей здоровья. И чтобы 80-летний юбилей школы она встретила учительство. Кстати, она там делает музей школы. Тамара Алексеевна – музей, очень замечательный музей в школе она делает. Молодец. И… И 34-й школу мы ходили туда на вечера, когда там на танцульке, на 34-й школу. Был дело такое. Вот. Мы про что говорили с тобой, почему 34-й школа? Про танцульки. Про танцульки. Про школу, да. А где ты была? Вот что такое самое интересное ты видела? Например, у меня очень сильное впечатление в жизни оказал музей святой инквизиции в Перу. Сейчас я делаю. Вот там я тебе скажу, потому что, в принципе, он с точки зрения музея, как вот такого, он не особо такой впечатлительный. Вот такой, ты заходишь на все суки, но когда ты понимаешь, что это все настоящее, и вдруг на тебя просто-напросто это все, видимо, вся эта боль, весь этот ужас, который там был на тебя, там такое чувство сумасшедшее, там у тебя начинает раскрался голова от того, что ты понимаешь, то есть, видимо, сконцентрировано зло там. Ну, такое было ощущение у меня, когда я была в Чехословакии, мы были в таких же замках, где вот эти вот камеры пыток вот эти вот все были, это было тяжело. А одно из самых ярких впечатлений, если ты спрашиваешь, это мое желание попасть в Амстердам, в Нидерланды, в музей Ван Гога. Это была моя мечта, конечно же, и мой супруг должен был ехать в командировку в Амстердам, и, естественно, я к нему прицепом пристроилась. Так как я тебе скажу больше, я еще прооперировалась, и я после операции летела в Амстердам для того, чтобы все-таки сбылась моя мечта, и я попала в музей Ван Гога. Саш, я в него попала. Это ни с чем не сравнимое ощущение. Когда ты ждешь, встречаешься, это нечто. Я получила такое огромное удовольствие, такой заряд на всю жизнь. Это ни с чем не сравнимое ощущение. А у тебя не было ощущения такого, что ты тут когда-то бывала уже? Есть, да. Дежавю ты имеешь в виду, конечно. Ну да, у меня вот такое ощущение было в Черновцах. Я шел по улицам Черновцов, и у меня такое ощущение, что я тут не первый раз просто-напросто, что вот я тут либо был в прошлой жизни. Атираться из-за навеска. Ну да. То есть ощущение вот такое, вот очень интересное такое. Где мы только в прошлой жизни не бывали, правда? Если она есть, да. Хотелось бы в это верить, в общем-то. Никто пока никто не написал, никто не знает, а все остальное это все в общем-то домыслы. Ну ладно. Хорошо. Это про путешествия. Что мы… Хорошо. Про бизнес и путешествия. Ты, наверное, спросишь еще, где еще я училась, да? У меня образование. Я педагог-психолог. Это ты училась где? В пединституте нашел? Да, в пединституте. Я еще, если с твоего позволения, зачитаю. Здесь вот есть… А, ну да. Ты еще и писать можешь вот эту книжку. Это первая книга. Да. Изучала моду и стиль на заочном отделении в Московском университете. Вот. А изучала я моду и стиль, потому что я увлекаюсь историей головных уборов. На шляпах твои шляпки… И собираю коллекцию головных уборов. Тебе столько 60 штук или больше? Вот 50 точно знаю, а больше не считала. Но мне дарят… Очень много мне подарила головных уборов Тамара Алексеевна Князева. Дарят головные уборы… Уборы только женские или общие все? Нет, только женские. Только женские? Только женские головные уборы. В любой стране, в которой я была, куда бы я ни ездила, я всегда привозила головные уборы. Из Таиланда я тоже привезла национальный головной убор. То есть, куда я ни еду, я привожу либо национальный, либо просто головной убор. Ну, хорошо. Вот вьетнамская такая шляпка или китайская. Это женские тоже? По-моему, тоже носят? Она… Как это сейчас называется? Унис… Не люблю я это слово. Они, в общем, там еще используют эти приборы. Там можно так класть, как с корзинку. Как сумочку. И даже и воду наливают туда. Все такое прочее. Это трансформер такой интересный. Оно может быть и сумкой, оно может быть и ведерком, оно может всем чем угодно быть. Змей ела? Я пила напиток. Змей? Настойный на змеях. Я тоже пила вот так. Я даже это змею ел тоже. Это интересно. А… Извини, Жуков, я все-таки не решилась и змей есть. У меня муж ел, а я нет. В принципе, вот мне что из интересного, я читал, что в Сингапуре едят жали на тараканов. Вот, кстати, мы были в Сингапуре. Тоже были. Жали на тараканов, вот этих вот рыжих там их просто… Ну, их отдельно для этого выращивают. И мышки там есть, крысы тоже есть. А крыс я считал, что едят… Вот я читал во Вьетнаме, крыс очень полезные с мужчинам для потенции. Вот, видишь, как хорошо. Крыс там. Но говорят, что в Вьетнаме не рекомендуют крыс есть с уличных лотков, потому что это могут крысы быть выловлены там. Потому что в ресторанах их специально выращивают для этого там дело. У меня сколько нюансов, да? Я читал такое, значит, было про одного японца. То есть папа был очень богатый японец. Ее завещал своему сыну все свое состояние, но с одним условием. Он должен был приехать по миру и все попробовать и делом описать. Он этому выделил там пару миллионов долларов. И тот в течение нескольких лет поездил по миру и пробовал все подряд. Съедомно 99% всего живущего и растущего на земле. Даже вот рыба фуга ядовитая, там все даже ядовитое. И поганки едят, все едят. Честь, что такое, все съедает. Я не думаю, что на земле что-нибудь растет то, что не продумано для того, чтобы… Ну сейчас же пишут, что надо, вот я читал французский, что надо есть саранчу. Потому что для того, чтобы вырастить, получить килограмм белка, например, говядины, там надо потратить сколько там килограммов силоса и все такое прочее. А килограмм питания дает килограмм приросту у саранчи. Вот, в принципе, мы жидим этих раков, там тоже хитин и все прочее. Ну это если придумать, как-то завуалировать, потому что все равно на глаз мы ощущаем, что нам приятно, что неприятно. Да, если запечь это в пироге саранчу, то никто не увидит и будет есть с удовольствием. В Одессе все же рачков этих едят, вот эти вот рачки маленькие. Все же ходят, все едят этих рачков и все съедают, и с хитином, и все прочее. Привычка. Привычка. Я, например, эту тюлечку, вот эту, которая вот, соленая тюлечка, да, с привозной, я ее съедаю целиком, с головой, со всеми делами. Это нормально, к этому мы привыкли, а к тому, чему мы не привыкли, для нас это получается, что… Хорошо, да, все хватит, да. То есть, ты поездила очень интересно, а в кукольных театрах мировых была или нет? То есть, случайно, Евгения, не было каких-то таких? Ну, естественно, это была Россия, конечно, кукольные театры России, в основном. Ну, это Берсова, само собой, да? Да, а если честно сказать, что по миру в основном я заходила в магазины, где висят, продаются марионетки потрясающие. Это глаза разбегаются, если кто-то заходит на шопинг… А вот это вот кукла, которая так вот с руками… Это марионетки, это марионетки. Кстати, есть замечательный мастер Николай Зыков, у него свой театр, он ездит по миру, мне он очень нравится, он работает с марионетками и он сам их создает. Я за ним слежу, очень интересный человек, мастер, я считаю, что он мастер с большой буквы, у него свой театр. Вот, марионетки. Во-первых, не очень так легко, между прочим, управлять марионеткой. Это сложный механизм. Вага – это если 2-3 куклы на одной ваге, это, между прочим… Вага – это что, это палочка? Да, 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 да. Это механизм такой, это искусство. Вообще, кукольный театр – это удивительное искусство. Я считаю, что оно такое трепетное, неповторимое, не похоже ни на что. Ну, надеюсь, что появится когда-нибудь кукольный театр Натальи Рогаткиной, в конце концов. Студия уже есть, студия уже есть. Студия есть, я еще раз говорю, мне интересно, если бы, наверное, поставить задачу и цель, я, наверное, бы сделала такой театр Натальи Рогаткиной, где будет синтез кукол разных, и перчаточные, и тростевые, и марионетки. То есть, возможно, если поставить цель и задачу, нужно ли мне это? Слушай, вопрос в мире такой есть? Ну, не знаю, не задумывалась несколько. Вопрос-то мы говорим о том, что, будем говорить так, что ты человек, который пытается, ну, который получает от жизни, который учится для получения того же удовольствия. Да, конечно. Вот, то есть, и того преподавая детям… Честно говоря, ты не за кусок хлеба идешь преподавать детям это самое. То есть, ты не за кусок хлеба, правильно? То есть, ты получаешь удовольствие. То есть, вот я, например, тоже сижу у себя в кофейне, я получаю это, кроме того, что зарабатываю, не отрицаю, но я от этого получаю удовольствие. То есть, создавая какой-то такой свой собственный мир. То есть, ты можешь позволить себе сделать театр. Для того… Но такого театра симбиоза нет в мире? Знаешь, я сейчас не буду говорить, что есть или нет однозначно. На этот вопрос, наверное, я тебе отвечу чуть-чуть позже. Я просто помню, когда был юбилей Ликорича, когда еще в кофе-хаусе работал. Мы там были партнерами. Я помню, когда в Кишинев приезжали… Это еще при жизни Титуса Жукова. Сюда приезжали с разных стран кукольные театры. Это было очень интересно. Это было очень интересно. Это все эти вещи разные. А фестиваль такой сделать все равно, я считаю, что это должно быть на уровне хотя бы минимум премарии. Хотя бы минимум. Это должно быть на уровне государства. Вот это… Мне как-то Петру Ваткарео рассказывал, что когда Петру Ваткарео создавал свой фестиваль битей, фестиваль битей создавал, в Румынии одновременно как раз… Тоже был фестиваль, я сейчас скажу, по-моему, в Сибилу театральный фестиваль создавался. Теперь Сибилу становится летом театральной столицей Европы. А в Кишиневе битей как раз проводился… Ну, никак, он проводится. Ну, потому что Петру – гениальная личность, и человек, которым он пробивает, все такое прочее. Но сам факт – это не стало национальной идеей. Хотя мне кажется, что вот тут… Ты знаешь Наташу Силину, которая театральный художник там создает, Наташка? Она замужем за испанцем, а испанцем тоже очень любитый испанский фотограф. И он сказал, говорит, вы не понимаете, какое у вас тут богатство? У вас тут, по-моему, 16 театров находится в этом городе, где театры есть на русском языке, на молдавском языке. То есть симбиозы там, где люди входят, и театр абсурда, и государственный балет, и все прочее. Все у вас есть. Это же люди могут запряжать именно театральный туризм. Тут есть на что посмотреть. Вот это… И у нас есть замечательная Наталья Островская, которая сама делает куклы. Лет 5-6 назад, кстати, Наташа сделала в мою коллекцию две куклы. И у меня есть от нее. И мы с ней думали сделать такой кукольный театральный… кукольный фестиваль. Потому что Наташа ездила на фестиваль кукол в Россию. И она эту идею хотела воплотить здесь. Но мы хотели сделать это не просто в музее, чтобы были выставлены куклы. А живые-живые. А именно, чтобы это был фестиваль, шоу, прохождение по улицам города. Но этой идеей у нас немножко осталась идеей. В принципе, эту идею опять мы в пространство, мы ее выкинули. Вот мы ее выкинули, да. И может быть, действительно, она потом приобретет черты, что я надеюсь, что, в принципе, Кишинев, он, будучи многонациональным городом, многокультурным и, в принципе, может каким-то Вавилоном, он может впитать это в себя и потом это давать людям. Потому что Кишинев… Я думаю, да. Да. То есть этот город влияет определенной энергетикой, которая может позволить это, в конце концов, сделать. Я на это надеюсь. Потому что это не просто город, не просто столица. Это Кишинев, да. Это Кишинев, да. Хорошо. Значит, настолько я знаю еще дальше, что вот у тебя в руках лежит первая… Куда мне ее показать, Саша? Покажи. 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 Ihre юность. И когда я встретилась с удивительной Мария Прокофьевной Цеслюк, ныне, к сожалению, ушедшей в иной мир, она у меня спросила, скажи мне, пожалуйста, чем я могу быть тебе полезна, ты случайно не пишешь. Я говорю, ой, Мария Прокофьевна, у меня есть целая папочка, но там все на салфеточках, на бумажечках. Она говорит, принеси мне. Я почитаю и разберу их, потому что, наверное, все это должно выйти в мир. И вот с тех пор, с 2017 года, 2018 год, я начала писать свою первую повесть «Кружева жизни». И Мария Прокофьевна сказала, что тебе даже не надо править, у тебя свой стиль, у тебя свой язык. И каждый раз она меня ждала, потому что я приходила к ней раз в неделю, и она меня ждала с новой главой. Вот с тех пор я начала писать, и первая часть «Кружева жизни» были опубликованы у Лоры Веверицы в «Эксперте новостей». А дальше они почему-то вроде бы и закончены, но они так и лежат, ждут своего часа. – Кишинев? – Ну, там есть и Кишинев, конечно. – Так, секундочку. Значит, у тебя сколько про Кишинев-то? – Ну, как тебе сказать, что такое про Кишинев? – Я объясню, почему. Значит, у меня вот сейчас, мы в той же кофемолке, начали делать такой проект по сравнению кишиневские чтения. То есть, где кишиневцы, писатели, вот недавно у нас был Андрей Гречко, который унес рассказы мистического Кишинева. Он читал свою главу при «Свечах». Это конец 19-го, начало 20-го века. Читал свою главу. В июле будет Юлия Семенова читать, она тоже пишет свои рассказы про Кишинев. То есть, ты готова выйти перед публикой и прочитать свои… – У меня есть там очень интересная глава по «Соседи». Это 60-е, 70-е… – Все, значит, делаю для тебя на слове. То есть, Кишиневские чтения, ну, человек, который выпустил свою книгу. Извини меня. – Слушай, как было ощущение, когда ты взяла в руки книгу? – Я тебе могу сказать, значит, Саш, я даже сняла маленький кусочек видео, потому что и на нем видно, как у меня дрожали руки. Это такое ощущение, это первая книга. Это вот старт, который пошел в старт. Такое вот есть посвящение, эта книга посвящается, первая книга, и пусть здесь всего лишь семь рассказов, и пусть она вот такая тоненькая, вот такая тоненькая, такая она розовенькая, такая она, она посвящается моим внукам. И я очень хочу в лице моих внуков, чтобы поколение детей, чтобы они… Пусть ваш жизненный путь будет светел, и пусть добро и правда белый свет берегут. Пусть наши дети живут в добре и в правде. Самое главное – ощущение трепетное. Это у меня, я сейчас говорю, Саш, у меня вот мурашечки по коже, потому что спасибо большое Наташе Новохатни, которая сказала, что Наталья… – А, которая тебя иллюстрировала, твою книгу. – Да, я сейчас покажу эти иллюстрации. Она сказала, Наталья, вы знаете, пусть это будет семь рассказов готовых, но их надо выпустить. Начало должно быть. А вообще, для чего эта книга, знаешь, Саш, есть такая штука интересная – память. Каждый человек в своей жизни оставляет какую-то память на земле, да? В чем-то память. Вот, может быть, пусть эта память обо мне останется в этой книге, в моих рассказах, может быть. Знаешь, мне очень нравится стихотворение Михаила Ясаковского «Вишня». Если можно, так две, ясный полдень, на исходе лета шел старик дорогой полевой, вырыл вишню молодую где-то и довольный нес ее домой. Он глядел веселыми глазами на поля, на дальнюю межу и подумал – дай-ка я на память у дороги вишню посажу. Пусть она растет большая, прибольшая, пусть идет и вширь, и в высоту, и дорогу нашу украшая, каждый год купается в цвету, путники в тени ее прилягут, отдохнут в прохладе, в тишине, и отведав спелых, сочных ягод, может быть, и вспомнят обо мне. Они вспомнят – экая досада, я об этом вовсе не тужу. Не хотят – не вспоминай, не надо. Все равно я вишню посажу. Да. Вот, немножечко. Свой след в истории. Беремпочем, вот недавно я, там какой-то пост в фейсбуке, там что-то писали про Ширвинта. Я говорю, извините, ребята, Ширвинт будет жить еще очень долго. Пока будут фильмы с Ширвинтом идти, Фирвинт будет жить. Потому что, в принципе, когда его смотришь, он там живой, в общем-то, и все. Я его, например, Ширвинта живым не видел никогда в жизни. А я видел. Нет, ну я просто Ширвинт для меня человек телевизионный. Вот он актер, вот там Ширвинт, и все. То есть, и когда будут, предположим, мои внуки смотрения этого Ширвинта, они будут живой актер, который неизвестный. Мы смотрим же там эти фильмы, там, смотрим Монро, вот это вот. Значит, знаешь, что фильм, вот у нас тоже, вот с этим, то, что мы делаем кино, такая идея, значит, кино с молдавскими корнями. Кстати, в джазе только девушки. Сценарий написал наш, будем говорить, сочетник, изуген, между прочим. Да, да, да. Мы об этом вспоминали, кстати, на нашем девичнике. А я хочу вернуться к своей книге «Волшебница», пригласить всех зрителей на мою презентацию. 26 мая в 15.30 в библиотеке имени Ломоносова будет презентация моей книги «Волшебница». Я хочу показать всем иллюстрации Наташи Новохатни, чудесный творческий союз мой и Наташи Новохатни. Она редактировала мои рассказы, и я ей благодарна за то, что она произнесла одну фразу. Вы знаете, у вас есть свой язык, и пусть остается так, как остается, потому что редактировать вас не надо. Она мне дала право проявить себя во всем, в моей речи, в моем слоге, во всем. Плюс Наташа еще сделала красивые и замечательные иллюстрации к моей книге, согласилась, за что я ей очень благодарна. Просто посмотри на этого хряка Борьку, какая прелесть. А где там с любимой лампой? А, вот, посмотри, торшер. Торшер, который торшер Бальзус, который у нас стоит в кофемолке. Это лампа Бальзус, да. Между прочим, про слог. Я недавно, значит, у нас в Бессарабии, в Кишневе был такой еврейский писатель Давид Кнут, который написал еврейские похороны, посвященные погрому 1903 года. И есть просто-напросто потрясающая вещь, когда Ходосевич в Париже разговаривал с Давидом Кнутом и сказал, «Дэвид, так по-русски не говорят». На что он спросил, где не говорят. На что Ходосевич в Москве говорит. В Москве не говорят, а в Кишневе говорят. Потрясающая фраза, а в Кишневе так говорят. Поэтому, в принципе, у нас свой кишиневский русский язык, между прочим, самое интересное. Я помню, знаете, что мне интересно было, когда я изучал историю Кишнева. Я смотрю, вот реклама, это была кофейная реклама. И смотрю, она на латинице и на румынском языке, а дальше идет на русском языке, но тот самый церковный, дореформенный язык, который был при царе. С ятями, фитями. Для меня это был код разрыв Шаблона. Оказалось, что в Кишневе до 1944 года писали и говорили по-русски, то есть писали по-русски так, как писали до революции в Советском Союзе. С твердым знаком. Потому что тут не было реформы русского языка, которая ушла в Советском Союзе. То есть, в принципе, Кишнев всегда был свой русский язык интересный. Если позволишь, две секундочки, я еще скажу телезрителям о том, что волшебница, предпосылка была такая, что я победила в конкурсе святочного рассказа со своим рассказом «Петюня и Снежинка», которые вошли тоже в эту книжечку. В эту книжечку вошли, и я заняла первое место председателя Ассоциации русских писателей Молдовы Олеся Рудягина. Она предложила мне войти в Ассоциацию русских писателей. И я благодарна за честь, оказанную мне. Я сейчас являюсь членом Ассоциации русских писателей Республики Молдова. Затем Наталья Новохатния помогла мне с моей книгой «Волшебницей». С этой книгой «Волшебницей». И я, если, Саш, ты мне позволишь, я хотела бы все-таки прочитать один рассказ «Солнышко». – Давай. – Он маленький. – С удовольствием. – Другой рассказ. Вот почему я его хочу прочитать, потому что все-таки вот здесь вот такой вот на обороте слова девочки. «Я же твое солнышко, а солнышко не может мешать. Оно светит, иначе будет без него совсем темно. Люди в темноте могут заблудиться, и ты, если останешься без своего солнышка, можешь тоже заблудиться. Взрослые и дети навсегда связаны одной ниточкой под названием детство. Мы все родом из детства, мы все солнышки. Только одни быстро затухают по разным причинам, а другие светят всю свою жизнь и передают этот свет другим. Это такой вот эпиграф, наверное, к рассказу «Солнышко». Если можно, я все-таки его зачитаю. – Очень длинный. – А? – Очень длинный. – На минут семь. Не хочешь? Давай так просто. Я уже зачитала это. Если кто захочет, в этом моем сборнике «Волшебница» прочитает этот замечательный рассказ. Потому что наши дети – это солнышки. Берегите наших детей. – Мы же тоже были когда-то детьми вообще-то. Так я же говорю, что мы все, и взрослые дети, связаны ниточкой одной под названием детство. – Знаешь, я самое интересное, я читал такую вещь интересную, что вот когда ребенок, другой человек, когда он проживает два года, вот два года человек прожил, то он проживает половину своей жизни. За год он проживает половину своей жизни. Половину. Когда ему пять лет, он проживает свою двадцатую часть своей жизни. А вот когда мне сейчас шестьдесят семь лет, за год у меня, то есть одна шестьдесят седьмая в моей жизни. То есть жизнь как-то так сокращается. Но это остается, когда ты поденешься, когда ты от этого не денешься. – Хорошо, слушай, вот понимаешь, а ты сама рисовать не пробовала еще? – Саша, рисовать я не думала об этом. Но я могу тебе сказать, что в школе у меня хорошо получилось срисовывать. Но это было чисто в школе… – Кукол ты сама, вот скизы кукол ты сама рисуешь? – Вот подожди, а Изольда Францовна, подожди. – Изольда Тихоновна. – Изольда Тихоновна. – Изольда Тихоновна. – Это моя была идея, воплощение было Изольды Тихоновой, мастера из театра «Лекурьч», которая создала мне эту прекрасную Изольду Тихоновну. – Изольду Тихоновну. Здравствуйте, Изольду Тихоновну. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Знаете, как говорят, спасибо Изольда Тихоновна, заходите к нам еще, после того, как вы уходите, после того, как вы ушли, нам очень хорошо. Вот эскиз Изольды Тихоновна ты рисовала сама? Мы вместе создавали с Татьяной, и получился вот такой чудесный вариант. У нее еще здесь потрясающая буа, но я хотела сегодня... Вот она в спектакле, как она играет, что за спектакль Изольда Тихоновна, или просто это у нее моноспектакль какой-то? У нее моноспектакль, она говорит все, что связано с Кишиневской, с Одесскими акцентами. В Одессе есть тетя Соня, а это вот Кишиневская, Зольда Тихоновна, такая Кишиневская тетенька. Тетя Изольда, она ездит то в Одессу, то в Кишинев, туда-сюда, набирается там всяких штучек и возвращается. И у нее монологи, да? Да. Но у нее еще есть диалоги вместе с внуком Вовой Маппет. Они совершенно разные, потому что Изольда, значит, кукла более полупланшетная, тростевая, а Вова тростевой, но маппет. Изольда не раскрывает рот, за Изольду говорю я, а Вова раскрывает маппет, раскрывает рот, и создается впечатление, что Вова разговаривает. А, то есть вот это вот чудо, которое образцовское, это маппеты? Ну, не все, да. Ну, вот это все он же говорит, вот это маппеты, да? Ну, скорее всего, понимаешь, дело в том, что маппеты, они пришли из американского шоу, у них мягкие рты, мягкие. А у образцова у него именно идет папье-маше, деревянные вот эти вот части. Скорее всего, так. Красавица, правда, красавица? Какую, а здесь у нас еще есть Боа, она должна была прийти на девичник Мэрлин Монро с Боа, как у той. Значит, у нее у нас белая Боа, как у Мэрлин Монро. Вот, вот так. Как кишиневская рыжая женщина, которая ходит на базар. Потрясающе, да? А губочки, посмотри на ее губочки. На базар, ну да. Между прочим, я вспоминаю, у меня был такой в жизни случай, когда я помню на детском привозе, как тетя продавала начатую помаду. Она говорит, посмотри, какая помада. Точно так же, абсолютно. Нет, но она очень хороша, да? Она колоритная, очень хорошая. И когда она рассказывает свои монологи с одесским акцентом на кишиневском манере. Ах, за нее ты говоришь? Да, за нее тоже я говорю. Александр, давай не будем мок с котлетами мешать, потому что на сегодняшний день у меня и обучение, и моя книга, и театр. Наверное, скорее всего... У тебя такая полностью жизнь, у тебя нет свободного времени. Нет, у меня нет свободного времени. Мне интересно жить. И спасибо всем окружающим меня людям, родным, близким, друзьям, которые меня понимают, и которые дают мне возможность, чтобы я получала удовольствие. Знаешь, говорят, каждый человек делится тем, чем он наполнен. И я думаю, что мои друзья, те, кто меня окружают, им со мной тоже хорошо и комфортно, потому что я делюсь, чем я наполнена с ними. Вот сейчас я хочу поделиться добрыми рассказами волшебницы своей. Вот так, со всеми. Книжку в Кишиневский музей кофемолки. Да, Александр, после передачи я напишу вам дарственную надпись и подарю это Александру Стукалову. Но самое интересное, что я здесь точно напишу необыкновенному человеку. Всё, 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 не про меня передачи, всё это про меня передачи. Нет, потому что, Саш, ты всех нас приглашаешь, но сам по себе ты тоже интересный человек. Хорошо, всё, всё, не про меня передачи, да. Значит, как сказал Оскар Вальц, скромность – это единственный добродетель у тех, у кого нет больше других добродетелей. Я надеюсь, у меня какие-то добродетели ещё есть. Так, дорогие друзья, большое спасибо, что вы нас смотрели. Наташка, тебе огромное спасибо, потому что ты была настолько живая и настолько интересная передача. Ты понимаешь, и вот вопрос в том, честно говоря, я смотрю на тебя, у тебя был успешный бизнес, у тебя путешествия по миру, у тебя выпущенная книга, у тебя свой театр, у тебя учёба, понимаешь, учёба, ещё ко всему прочему. У меня ещё огромная мысль сделать несколько творческих, вот я делала «Вечер Марии Прокофьевны Цислюк», это память, я считаю, выдающихся людях города. И у нас с Ноной родился проект, родилась идея сделать про Михаила Еремеевича Кикота, такой же творческий вечер. Мастер, это он уникальный человек, мастер-умелец по дереву, самородок такой, с интересной судьбой, кишинёвец. Вот у нас такие с Ноной проекты ещё впереди, я надеюсь. Я буду сейчас знать, что Кишинёв наш богат талантами, богат талантами, и это очень здорово. Наташа, ещё раз тебе огромное спасибо, вам, дорогие друзья, спасибо, что вы нас смотрели и слушали. Ну, Изольда Тихонова, это тебе принципиально, Изольда Тихонова, огромный тебе мастер-умелец такой. Александр, позвольте вам пожать руку. Да, Изольда Тихонова, да. С румынок, как это самое. О, какая прелесть, потрясающий молодой человек, потрясающий. Ну что, дорогие друзья, до свидания, большое спасибо, ну и до следующих передач. Субтитры подогнал «Симон»!